Всем привет, друзья! С вами снова я, Жека, и сегодня мы посмотрим на очередные две модификации для игры Transport Fever, ну или Fever, называйте как хотите. И это будут у нас два тепловоза ТЭП-70БС и... ой, какие два тепловоза? Один тепловоз ТЭП-70БС и вагон Тверского вагоностроительного завода или Тверского 61-44 64-47 Всех школьников с прошедшим первым сентября, с началом учебы ну, ничего не поделаешь учеба это неотъемлемая часть нашей жизни ТЭП-70БС раскраска Белорусской железной дороги РЖД новый раскрас и РЖД старый раскрас Производится все модификации, все раскрасы 2006 года, имеют одинаковые цены то есть это 7 миллионов 67... 670 тысяч стоит данный тепловоз в одном экземпляре Тяга у него 310 килоньютонов мощность 4000 лошадиных сил и он пошел на замену ТЭП-70 простому, который производился с 1973 года ну и в принципе все по нему значит, насчет нашего вагона который мы сегодня увидим в раскрасе он имеется в раскрасе Демидовского экспресса то есть Екатеринбург-Санкт-Петербург и РЖД РЖД у меня также есть латвийский раскрас но это в следующий раз значит, вмещает в себя 14 пассажиров весит 56 тонн и производится с 2009 года как в РЖДшем раскрасе так и в раскрасе Демидовского экспресса значит, стоит он 934 тысячи у него гофрированный кузов и в принципе на этом все поскольку у меня ОБС решил сегодня немножко пошалить пришлось все записывать заново я даже не доверяю теперь этому ОБС я вообще думаю, что с ним такое происходит потому что такое, чтобы вот просто записался начальный экран это у меня впервые ребята, это у меня впервые и благо, что я посмотрел это все вот наш тепловоз значит, обратите внимание обратите внимание, да он уже идет в новом раскрасе вот то есть новый РЖД раскрас у него светодиодные буферные фонари есть прожектор моделька высоковольтной камеры моделька высоковольтной камеры модельки двигателя нету есть моделька зато есть моделька этой самой холодильной камеры сейчас в нем сидят 10 пассажиров значит так, значит посмотрим, где у нас пассажиры опять я не вижу ни одного пассажира к сожалению вот он вот он первый пассажир которого я заметил вот то есть, ну, все правильно разложено все в порядке в этом плане второй пассажир ну, то есть пассажиры здесь работают адекватно тепловоз рабочий шумный и в принципе вполне себе бодро разгоняется вот от него звук а теперь интересный вопрос обгонит ли он ТЭП-150 потому что они сейчас идут по одному друг за другом буквально догонит ли он его погнать-то он его обгонит вот догнать а вот догонит ли он его блин, не хочу это здание сносить ну ладно, потом тогда в таком случае потом все, отлично нет, не догонит ТЭП-150 уже конец сколько? а давайте замеряем кто быстрее разгоняется понял у меня с заводом проблемы ладно не суть это сейчас не об этом сейчас не об этом ну, как видите да, они примерно одинаково разгоняются и ТЭП-150 все равно уходит вперед ТЭП-70 БС не может его нагнать подробно у кого тяга сильнее а, тут даже не написано весело не, бодрее разгоняется бодрее разгоняется ТЭП-150 но я думаю он догонит его на станции ну, как видите да, они почти идут вровень один уже тормозить начал ну, вот он подъехал уже ну, вот все только сейчас догнал если бы они вовремя начали то надо было бы посмотреть на это шоу посмотреть на это все и так уже у ТЭП-70 44 пассажира это хорошо это хороший показатель и он отправляется скриншотом приведешь, что у меня уже есть потому что, ну с ОПС-ом произошла какая-то трабл ну, что поделаешь куда поехал без удара ну, типа ловоз очень шумный в плане звука он довольно правдоподобный турбина орет только так как вы слышите почти одновременно прошли путь прошли переезд это уже хорошо то есть слышите как орет турбина, да? ну, вот так вот турбина орет довольно бодро ну, вот видите пассажиры сидят все поряд в этом плане ну, давайте заглянем в тоннель о, какой шум сразу пошел и сразу шум сразу шум встало кошмар посмотрим сколько он выдаст в этот раз давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай разгоняйся ну так скажем говоря заранее валяя результаты этого тепловоза когда вылетело все когда, ну съемка почему-то произошла неудачная он выдал 150 ну, около 150 147 по-моему он выдал так что я думаю что разогнаться до 160 для него это не составит никакого труда только это надо чисто так под горку чтобы он быстрее разогнался а тут к сожалению еще и в гору пойдет тоннель ну, так что что есть то есть ну, и конечно же в тоннеле ор кошмарный в кабине это он и считается значит, кстати жаль что нету именно из кабины от первого лица вида нету это жалко было бы интересно посмотреть и вот наш полуоз выехал из тоннеля и за горы он уже скорость не набирает она у него падает ну, я понимаю почему я набрал в ту сторону поезд больше потому что он не сбирался на гору да а съезжал с горы поэтому скорость вышла больше но поверьте мне на слово данный поезд может спокойно набрать свои заявленные километры спокойно а у нас опять пассажир в воздухе тогда тоже самая даже самая проблемка была поэтому ну, что есть то есть самый гладкий значит вентилятор этот крутится самые гладкие вагоны самые гладкие вагоны по прохождению стрелок это конечно же тальга остались пока что первенства за тальгами осталось пока что ну и сейчас вы увидите как здесь все это разгружает ну выдвигаются ступеньки открываются двери здесь прислоны сдвижные двери наконец-таки я вспомнил как они называются значит ну открывается все так же как и у двухэтажного поезда ничем абсолютно это не отличается единственное что как вы видели все здесь работает все вентиляторы все крутится как видите да все крутится все работает все красиво все замечательно значит кабина у Т-70 это ВБС выглядит вот таким вот образом по-новому все по-хорошему все красиво все модерно смотрится ну и сам тепловоз сам по себе он более новый чем Т-70 ну вот наш Т-70 уходит вперед поверьте мне на слово он может выжать 147-148 километров в час вот на этой линии да за счет того что уклон а на уклон и вот ну все здесь идет в порядке да вот тут он даже не сбрасывает особо потому что он разгоняется довольно бодро вот на этом я скажу вам всем большое спасибо за внимание все ссылки в описании будут ссылка на скачивание мода в описании ну через стим воркшоп да подписывайтесь на мой канал ставьте лайки рассказывайте всем своим друзьям про мой канал что ж еще вывешивайте это видео где только это возможно на что все не заспускаются вниз ну как видите да он более бодро набирает за счет того что его толкает состав и вот видите пассажир летает в воздухе к сожалению ну этого не исправишь но я думаю это ничего такого не сделает что есть то есть здесь 10 вагонов вместимость 140 пассажиров ну вот и как видите пассажиры сидят на своих местах уже 121 ну вы сами понимаете что скорость он свою наберет ну заявленную мною он свою наберет значит T-70 я уже как сказал стоит ну около 8 миллионов это не совсем хорошее ну это не совсем дешевое но и не совсем дорого если у вас компания много зарабатывает то я думаю что это вообще для вас дешевка ну вот 138 уже значит генератор у него переменного тока у этого тепловоза а тягового электродвигателя постоянного тока значит почему тот мне наверное спросит почему тяговые электродвигатели а не муфта а не муфта сцепления там или не гидромуфта а все очень просто на тепловозе гидромуфта или тяговые электродвигатели это самый такой эффективный передач самый эффективный передач вообще на тяговых электродвигателях она самая мощная такая да и благодаря тому что тепловоз весят столько сколько они весят ни одно сцепление бы не выдержало их массы ну как видите 146 то есть я вас не обманываю может быть даже 148 будет я уже не помню честное слово ребят я не обратил на это особого внимания поэтому ну я не буду вам говорить сколько точно он выжил но 147 148 как видите да и будет 148 нет 148 это его максимум на моей линии вы конечно можете из него выжать все заявленные 160 километров в час ну а на этом действительно всем большое спасибо за внимание все ссылки в описании всем огромнейшей удачи подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и всем пока пока до свидания